В Мурманске 10 молодежных центров, куда может прийти любой желающий от 14 до 35 лет. На Маклакова, 25, ребятам предлагают окунуться в разные виды творчества. Шитье, валяние и шерсти, живопись, создание украшений или роспись футболок. Тони Некрылова часто заглядывает сюда именно за этим – порисовать и разгрузить голову. Получить моральную поддержку помогают и на психологических сессиях. Некоторые очень закрытые в себе и не могут даже просто познакомиться, поговорить с человеком. И там это как раз-таки все узнается. Узнается, как бороться со злостью. Узнается, просто как разговаривать. Я стала более общительной и более смелой. Мне это помогает. Помогать ребятам найти себя – главная задача таких пространств. По всей области открываются молодежные центры нового формата – сопки. В Мурманске в этом году появится еще одна точка – библиотеки на улице Нахимова. Мы его ставим новой техникой и звуковой, и световой техникой. Купим новые компьютеры и будем уже подстраиваться под молодежь. Пока направленность, мы считаем, что он будет пока широкого такого профиля. Всего в этом году областное правительство выделило больше 135 миллионов рублей на развитие молодежной инфраструктуры в регионе. Лада Егорова, Татьяна Лежняк, ТВ21+. Спасибо. Продолжение следует...